Привет, капитаны! В эфире Ковдабл-Ченелл, канал, где изучают корабли. Совсем недавно проявились новости, которые одновременно являются и радостными, и тревожными. Радостными, так как новый контент для меня – это всегда радость. Тем более, когда речь идет про целую новую ветку советских линкоров, а также еще один топовый советский линкор-гибрид «Североморск». А тревожными, потому что у меня создалось впечатление, что новых корабликов стало несколько маловато по сравнению с тем, что анонсировалось на схожие сроки ранее. Ну и сейчас очень большая интрига с тем, что объявит о своих планах в World of Warships. Насколько они будут отличаться по количеству и качеству. Как только узнаем, сразу это разберем в отдельном видео, так что жмите подписки и колокольчики, чтобы не пропустить. Но давайте обо всем по порядку. Итак, планы мира кораблей на зиму. Будем обсуждать только самое интересное. Остальное можете прочесть. В начале 2024 года в ранний доступ выйдет вторая ветка японских авианосцев. Это которые с дымами и минными полями. И данная ветка – это давно уже не сюрприз. Но удивительно то, что она выйдет лишь в начале 2024 года. Из-за чего сразу возникает вопрос. А на ноябрь и декабрь у нас новых веток что ли не будет? Кстати, прежде чем учиться играть на новых авиках, советую сперва хорошо освоить старые. Для чего в нашем штабе на Бусти только что вышло продолжение. Не ремастеринг. Легендарная рубрика «Гоа». Главные ошибки авиководов. А еще здесь много новых интересных материалов. Новые выходят каждый день и порой даже несколько раз. Так что подходите, изучайте. Это действительно интересно, полезно и помогает выживать каналу, где изучают корабли. В конце зимы 2024 года выйдет японский суперкрейсер «Суперзао». И здесь мне сразу вспоминается, что в аналогичном прошлогоднем анонсе была целая пачка суперкораблей. Также стало известно, что на новогодней верфи будем строить, как я и предполагал еще летом, Микеланджело. А на разогреве у него в качестве бесплатного мелкопрема будет Ферруччо. О чем мы с вами ранее тоже уже ванговали. Также в начале 2024 года будут добавлены три корабля аналогов «Эгир», «Лайон» и «Адриатика». Но обладающие не только уникальным внешним видом, но и другими ТТХ. В World of Warships первые два корабля уже вышли. И у них не так интересно, так как их ТТХ не отличаются от оригиналов. А весной 2024 года начнется ранний доступ ко второй ветке советских линкоров. В игру будут добавлены четыре новых корабля седьмых десятых уровней. Это линейные крейсеры с калибром 406 миллиметров. Количество орудий на десятом уровне достигнет 12. Это, конечно, круто. А далее весьма неоднозначная фраза. Мы хотим сделать выход новой ветки кораблей более значимым событием. Поэтому в 2024 году вернемся к системе циклов версии. Когда сразу несколько обновлений объединены общей тематикой и построены вокруг выхода новые ветки. И здесь возникает вопрос. Не делается ли это для того, чтобы как-то сгладить уменьшающееся количество контента и растянуть его на больше патчей? Пока это просто повисший в воздухе вопрос. Но уже скоро мы на него ответим при должной наблюдательности. А на верфи будет строиться советский гибридный линкор 10 уровня «Североморск». Помимо авиации на его вооружении будут 12 406-мм орудий главного калибра и обширная батарея универсального калибра. 14 двухорудийных установок со 130-мм орудиями. То есть еще и с мощным ПМК. Звучит, конечно, весьма интересно. Итого получается, что на половину осени, зиму и весну только две ветки. Одна из которых авики, да еще и с какими-то минными полями и дымами. То есть штука явно не для всех. А вот можете посмотреть, что было в прошлом году на примерно аналогичный период. Здесь сообщалось о трех ветках. Причем достаточно интересных. Новых крейсерах Японии, линкорах-гибридах и европейских эсминцах. Также было гораздо больше суперов. Но в целом, пока я бы не сказал, что разница между тем, что было раньше, и тем, что прогнозируется сейчас, как-то слишком существенна. Однако, не только у меня одного возникло ощущение, что волшебный горшочек по варке новых кораблей начал сбавлять обороты. На форуме уже также об этом пишут. Возможно, это мнение ошибочное. Поживем-увидим. Нам остается только надеяться на лучшее, и тогда сила с нами да пребудет. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджон. Субтитры подогнал «Симон»!